поскольку пошел слой этих рядовок грибочки есть в лесу наверняка в прошлый раз я набрал так достаточно много успешно решил повторить этот успех сегодня иду на очередную грибалочку посмотрим что получится найти захожу в учинский лес вот такая тут тропинка проторена полно тут всяких тропок люди не только пешком ходит но и на велосипедах гоняют постоянно летом видел множество людей тут постоянно и выходные будние дни появляются какие-то люди ну соответственно они сделали дорожки и хорошо можно пройти сейчас вроде бы не так сыра вполне себе комфортно нет больших луж слякоти сильной а главное нет снега сегодня потому что до этого был какой-то снежок выпадал периодически он покрывал землю почву ну и трудно искать все грибы когда есть снег вы посмотрите грибочки уже какие-то нашел опята наткнулся если честно не пойму я что именно завид опят сейчас посмотрим они похожи на летние по моему это летний опенок и он поздней осенью до сих пор растет вполне себя комфортно чувствует но братья их не буду я рядовочки наберу трутовички как всегда показываю этот гриб красивый тут у нас что-то растет очень маленькие такие грибочки не съедобные как дерево интересно повалило вот она вот так вот завалено лежит повальное дерево там у нас какой-то гурелом то есть лес уже начался конкретный можно посматривать муравейник смотрите никто не копошится муравьи уже в спячке отдыхают давно дошел до перекрестка вот дошел до перекрестка знаменитого сколько тут повальных деревьев все попилили чтобы удобно можно было пройти можно двинуться в любом направлении вот это направление было в учинском тут можно куда-то в другое место пойти ну и назад вот отсюда собственно говоря пришелся от страны вот везде есть дороги направо налево а я в учинское водохранилище пойду сторону учинского водохранилища погодка вроде нормальная более менее интересно все вокруг живописно много обещающих и вот уже пошли какие-то грибочки опять опята сначала я увидел их подошел поближе поснимать вот эти опятки по моему это опята такие кирпичные так называют но не уверен в любом случае я их брать не буду а рядышком я увидел рядовку вот так она неприметно тут растет то есть я тут же нашел какие-то съедобные интересные грибы за которыми я сюда сегодня и двинулся так что очень повезло будем сейчас проверять большие лопухи наверняка какие-то будут червивыми будем смотреть сейчас я их нарву а потом посмотрим вот они у меня в кучке собрались сколько удалось с одной поляны набрать да и попались червивые вот эти вот большие рядовки говорушки дымчатые они оказались червивыми даже не стоит их срывать я чувствую что все большие грибы они сейчас будут с червями конкретно имеет смысл брать молоденькие грибочки а эти они вот все поражены червем когда из дома вышел дождь накрапывал в общем погодка была не очень а сейчас более-менее разгулялась плюс 5 градусов тепло хорошо даже вот не так пасмурно вроде солнечно продолжаю свое путешествие грибное вот грибочки растут это трутовики многолетние грибы готовится к спячке просто снимают для красоты для информации и рядышком еще какие-то грибочки растут то есть на каждом шагу растут какие-то интересные грибы очень необычной формы просто интересное царство грибное царство царство государства ладно двинемся дальше вот опять какие-то грибочки но это серопластинчатый опенок насколько я понимаю такой условно съедобный гриб принципе кушать можно для разнообразия можно взять вполне но я пока не буду этого делать вот такие встречаются на дороге уже а я иду в сторону такой чаще хочу подальше в лес зайти не хочу я сейчас двигаться в сторону водохранилища далеко к нему подходить а зайду в лес уже здесь не доходя до водохранилища и посмотрим что тут у нас есть а у нас тут рядовка вот пожалуйста растет вот такие грибочки можно смело брать даже на ощупь понятно что он хороший такой крепенький плотненький если он будет червивый он будет какой-то мягенький не очень у него будет ножка ну такой смело можно выкидывать потому что он не потребны абсолютно а если он плотненький его срежа срезаешь или срываешь чувствуешь что плотненькая такая ножка и шляпка хорошая но скорее всего он будет хорошим но это большая удача значит вы нашли хороший гриб смело его берем и ищем рядышком потому что эти рядовки не не зря так называются они рядом растут то есть рядовочка растет рядом друг другом где есть один грибок там по-любому будет еще а иногда они целыми кругами растут целыми полянами можно наткнуться на такую поляну и сразу с полной корзиной уйти но пока такое не удалось смотрите как повалило деревья к сожалению косит подмосковье сосны сильно краед подъедает эти деревья и они падают очень много повальных деревьев такая вот зараза поразила к сожалению лес немного страдает из-за этого и трудно пройти по нему тут никто не убирает поэтому такой бурелом интересно конечно тут навалены деревья такой лесоповал но тут могут попадаться грибочки и вот я кое-что увидел это опять серопластинчатые опята такие молоденькие может я для разнообразия даже возьму несколько штук а вот рядом рядовочки это большая удача ребят потому что это не простые рядовки а фиолетовые они очень редкие в этих краях прошлый раз я нашел одну такую рядовку один такой гриб и был очень рад вот а в этот раз я нашел целую поляну вот уже два гриба я вижу что еще рядышком растут а это рядом говорушки дымчатые то есть такие светленькие грибочки не фиолетовые то есть с одной поляны набираем сразу два вида гриба я смотрю что они абсолютно хорошие вот смотрите вот они растут штук шесть рядом вот именно вот эти фиолетовые рядовочки очень круто что их нашел в таком количестве прям неожиданный успех не зря я в эту чащу поперся вот преодолел какие-то трудности вот это удача вот такой вот осенний букет три вида грибов тут у меня мега круто да впечатляет конечно природа вот так найдешь и воодушевляешься хочется еще рядышком поискать и уже не смущает этот бурелом наоборот интересно полазить мох кругом вот в это время года он такой зелененький становится кругом какой-то мог какая-то влажность лес чудес вот такая вот природа необычная тут дятлы постарались смотрите какие монструозные просто дыры наколбасили вот в таком старом дереве тут у нас по суше нет мха и тут рядовочка растет вот кругами наткнулся опять на такие вот замечательные грибы немного их вот еще раз тут даже если половина будет червивых все равно грибов в достатке вот она как растет но это большие грибы я их даже трогать не буду чувствую что они уже все червивые а вот эти молоденькие надо проверить по-моему это то что надо вот еще раз тут рядовочки то есть я набрал уже целый пакет и хочу с запасом сделать в этот раз берем набираю как следует потому что я хочу их сделать ну замариновать в баночках с опятами не получилось осенними провернуть эту операцию в этом году потому что их банально просто не было не пошел слой а рядовочку закатаем какое интересное сооружение в чаще нашел вот тут отдыхали с туристы видно что они тут что-то делали давайте зайдем и внимательно посмотрим вот какие костры они тут жгли грелись люди наверняка с ночевкой приходили тут можно тент натянуть от дождя от ветра и в таком маленьком срубе замечательно время провести переночевать даже а на полу растет множество грибов вот что то они тут оставили скотч проволоку но мусора немного справедливости ради стоит отметить что ребята с собой убирают а это очень важно чтобы сохранять чистоту природы вот рядом рядовочка растет не зря я подошел к этому домику потому что я вижу что рядом растет множество грибов вот еще они прямо окружают этот домик и тут полно съедобных грибов вот эта большая рядовка огромная но она полностью хорошая чувствую крепенько я думаю что это большая удача это очень интересно будем еще дальше изучать смотрю они каким-то кругом тут поросли как обычно и большой большой кружок такой эпический получился и дальше дальше вот они растут 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 то есть я думаю что я сегодня прямо при грибах буду просто грибное царство пошел слой этих рядовок и кругом они растут дальше отошел и здесь они растут маленькие такие а нет это не рядовки ошибаюсь ребят это другие грибы вроде тоже как съедобные но это другие вот тут опять а какие-то поросли то есть грибы в лесу есть съедобные несъедобные всякие разные есть на что посмотреть полюбоваться некоторые грибы считаются лекарственными те же трутовики например можно из них сделать отвар лично я пробовал в прошлом году сделать из березовой губки и трутовика небольшие отвары и пил их в осенний зимний период кстати ни разу в том году не заболел я не знаю благодаря это отваром или что-то еще но иммунитет явно стал лучше вот насобирал рядовочки свежий какая красота просто зацените качество гриба абсолютно все новенькое чистенькая дальше иду уже по тропке насобирал достаточное количество хочу в сторону учинского водохранилища все-таки пройти посмотреть на природу пока еще светло хочется немножко прогуляться просто в тех местах если какие-то грибочки по дороге попадутся то пособираем посмотрим потому что место в рюкзаке еще есть могу еще что-то добавить чтобы уже несколько банок закатать сделать небольшие запасы из рядовочки я даже и не знал что их можно закатывать в банке но наткнулся на рецепт интересный решил попробовать поэтому будем экспериментировать и посмотрим что получится из этого хорошо что есть грибы грибы есть значит будем пробовать разные рецепты вот на дороге очень удобно пройти по тропочке потому что тут убрали попилили этот лес повал тут можно ходить а вот в лесу очень сложно вот сейчас пройду немного по тропочке опять в лес придется немножко свернуть тут у нас интересные грибы растут это вешенка вот я вижу что она молоденькая хорошая еще продолжает расти да да самый сок вот эти грибы тоже очень интересные вкусные их продают в магазинах очень часто в гипермаркетах а вот тут у нас рядовка очередная посмотрите опять эти грибы в общем недостатка в них нет приходится немножко полазить по лицу не сразу она может найтись но если нашли то набираем в общем то грибочки есть и растут они кучками в каждой кучке по три штучки очень удобно собирать опять рядовочка я уже не все снимаю потому что смысла нет принципе показал до основные моменты просто собираю ее до полно полно грибов вот тут их особенно много ближе к учинскому водохранилище может тут влажность другая или другой лес немножко но как-то они тут прям погуще растут если в начале они попадались не так сильно то здесь их прямо в огромном количестве вы разбегаются глаза просто иду и даже не собираю потому что я набрал и мне будет тяжело тащить да и лишнего будет ну какие-то возьмем несколько штук все-таки вот а так в принципе надо оставлять грибы я никогда не собираю их если нахожу целую поляну я никогда ее не выкашиваю до до чисто да надо оставлять какое-то количество грибов чтобы они там размножались росли то есть природе так устроено что какое-то количество грибов надо обязательно оставлять вот я это делаю поэтому собираю так частями здесь возьмем немножко то есть пакетик у меня в пакетике еще есть немного места ну на жарёк он уберу себе раз уж пришел раз уж такие грибочки а в принципе у меня уже их достаточно много и поэтому можно брать можно не брать фиолетовая фиолетовая рядовка опять попалась но это обязательно беру потому что это для меня своего рода трофей поэтому это надо брать фиолетовый сегодня нащипал нормально так вообще неожиданно смотрите качество гриба просто супер прям молоденькие отличные я доволен какой-то тут подлесочек небольшой хорошо видно грибы когда так смотришь вдаль не мешают листья уже очень хорошо их видно прогуляемся по подлеску может здесь еще что-то попадется я уже очень близко к водохранилище уже подбираюсь к нему там буду устраивать импровизированный ужин что-то аппетит так нагулял если честно шатаюсь тут несколько часов путь не близкий до водохранилище надо дойти там постараться вот погодка у нас такая смотрю там дождь идет на горизонте может и сюда прийти погодка под вечер у нас меняется так что может быть всякое но пока нормально пока светло подведу небольшое резюме заканчивая свою прогулку грибную назовем это так считаю что прошла она крайне удачно потому что грибов полно удалось даже найти эту редкую фиолетовую рядовку возможно где-то она не редкая но здесь она достаточно редко раньше никогда не находил в этот раз удалось собрать достаточно много это очень круто это большой успех и грибалка прошла очень удачно очень удачно грибы стрельнули у нас эти рядовочки поздно но лучше поздно чем никогда поэтому смело можно идти в лес и набирать полные корзины ставьте лайк подписывайтесь а я буду рад записать еще хорошие видосы так что до встречи удачи всем и полных корзин самых вкусных грибов